Как мы знаем, заболевания сердечно-сосудистой системы бывают разные, и все они в той или иной степени представляют опасность для организма. Сегодня мы поговорим об аневризме сосудов. Патология, возможно, не столь распространенная, но очень опасная. Сегодня в гостях у программы «Будем здоровы» заведующая ангиографическим кабинетом Брестской городской больницы номер 1 Елена Станиславовна Кейпурко. Здравствуйте еще раз, Елена Станиславовна. Давайте доступным, простым языком объясним нашим телезрителям, что же такое аневризма сосудов. Аневризма – это патологическое выпячивание стенки артерии ввиду нарушения строения сосудистой стенки. Возникать они могут в любой части тела, в любом органе, как правило, там, где присутствуют артерии, а присутствуют они абсолютно везде. Поэтому строение их формы будет зависеть от очень многих факторов, ну, в зависимости от того, в первую очередь, где они находятся. Хорошо. Это просто выпячивание или это такое выпячивание, оно заполняется кровью уже, наверное, да? Оно участвует в кровотоке, конечно же. То есть кровь, которая течет по сосуду, она обязательно в саму аневризму тоже попадает. В это образование. Да, в это образование. В этом вся, в общем-то, суть и опасность возникновения аневризма, чем они опасны. По какой причине у человека могут возникать такие патологии? Причины возникновения могут быть разнообразные весьма. Аневризма может быть врожденной. Человек может родиться с ней, жить очень долго и никогда не узнать, что она у него была либо есть. Часто аневризмы возникают уже при жизни человека, при влиянии ряда факторов. Это может быть наследственность определенная, то есть нарушается строение сосудистой стенки, одного или нескольких ее слоев, что может быть предисполагающим фактором возникновения аневризмы. Также могут к ее образованию приводить различные воспалительные заболевания, которые тоже будут менять структуру сосудистой стенки, травмы сосудов и нарушение строения ввиду развития атеросклероза, который сейчас так распространен в наши дни. То есть все это влияет на саму стенку сосуда, каким-то образом изменяет строение, разрушает ее и в результате происходит... Стенка истончается и при влиянии факторов гемодинамических, то есть все мы знаем, что кровь течет по сосудам с определенным давлением. При сопоставлении всех этих факторов... Ага, то есть стеночка истончается, к примеру, в каком-то месте. Плюс давление тока крови на стенку сосуда, поэтому аневризмы, они редко возникают на каком-то ровном участке. Как правило, это те участки, где кровь имеет, скажем так, неровный ток, а так называемую турбулентность, то есть завихрение тока крови. Это деление сосудов, как правило, очень часто случается в этих местах, либо другие факторы, которые будут к этому приводить. Вот у нас есть сосуды с делениями. Я предлагаю вам показать и рассказать, какими же бывают аневризмы, в каких местах они происходят, каким образом. Поражению могут быть подвержены абсолютно любой артериальный сосуд. Аневризмы по форме выделяют следующего вида. Самое, так наиболее часто встречаемое, это мешочатая аневризма. Выглядит она схематически, пытаюсь вам сейчас изобразить так. Здесь мы видим сосудистую стенку, которая в определенном месте, ввиду нарушения ее строения, может приобретать такой вид. Истончение и патологическое выпячивание. Пузырек такой. Такой пузырек на стенке сосуда. И ток крови, который обычно происходит в таком направлении, будет попадать и под влиянием давления может вызывать ее формирование, растяжение стенки. Но она может со временем, если не обнаружить сразу, она со временем все больше и больше может образовываться. Она может увеличиваться до момента, пока не наступит ее разрыв. Как скоро это произойдет и произойдет ли это, нам неизвестно. Это будет зависеть от того, где она располагается и какие ткани вокруг нее находятся в том числе. Так выглядит мешочатая аневризма. В ней выделяют шейку, это наиболее узкое место, считается самым крепким местом в аневризме. Само тело и купол. Купол – наиболее слабое место, как правило, здесь возникают разрывы, которые уже приводят к достаточно серьезным последствиям, в зависимости от того, где аневризма находится и куда произойдет кровоизлияние. Бывают аневризмы по форме веретенообразные. Они будут выглядеть просто как расширение сосуда. Но, тем не менее, если это расширение будет превышать диаметр сосуда в два и более раз, это уже аневризма. Выглядит она несколько иначе. Так называемое просто веретенообразное расширение. В обе стороны. В обе стороны. То есть это не мешочек, как здесь, это уже просто полномерное расширение стенки. Но, тем не менее, сама суть аневризма в том, что стенка здесь не такая крепкая, как в нормальном сосуде. Поэтому опасность разрыва тоже существует, несмотря на то, что по форме она может быть не столь выглядеть угрожающе, как мешочек аневризма. И бывает смешанное строение, то есть которые будут в себе сочетать форму и веретенообразную, и мешочек, то это такие аневризмы неправильной формы. Они могут быть однокамерными, многокамерными, то есть иметь еще свое строение внутри. И если схематически попытаться это изобразить, то выглядеть это будет, здесь может быть выпячивание, либо какая-то форма, которая описать просто как мешочек, то и нет. От эластичности сосудов, наверное, больше будет зависеть, да? Ну, как правило, от места расположения, где сосуд, какое давление в нем, как это все происходило, формирование. А есть такое понятие, как ложная аневризма? Есть. Самое частое возникновение случается при травме сосуда. Значит, что происходит? Если была травма сосуда, то часть крови, которая изливается через дефект, она скапливается в месте разрыва. Она по форме будет напоминать мешочечную аневризму, как вы видите. Но разница будет в том, что мешочечная аневризма, она будет представлена в строение сосудистой стенки на всем своем протяжении. Здесь же только одна стеночка будет сосудистой. Все остальное, все остальные стенки будут представлены мягкими тканями. То есть она будет ограничена мягкими тканями и частью стенки сосуда. Но она опасна? Она опасна ввиду того, что постоянный ток крови через разрыв сохраняется. Она может увеличиться в размерах. До поры до времени мягкие ткани будут это давление сдерживать. Но это будет приводить, как минимум, к очень большим гематомам, гематомам пульсирующим, которые самостоятельно рассосаться или закрыться не могут и требуют оперативного лечения. Это самый частый вид посттравматических аневризм. То есть, как правило, травма приводит к такому виду ложных аневризм. Ну и, я думаю, тоже небезызвестный вид расслаивающей аневризма, аорты. Здесь я привела пример аневризм, которые располагаются в головном мозге. Значит, расслаивающая аневризма, аорты – тяжелое состояние, которое возникает следующим образом. Когда нарушается целостность аорты одного из слоев, и ток крови начинает устремляться в саму сосудистую стенку, то есть между слоями сосудистой стенки. И возникает двойной просвет сосуда – истинный и ложный. Причем данный ток крови может расслоить сосуд на очень большом протяжении. Если на его пути будут отходить боковые веточки, они у нас всегда есть везде и отходят, то это будет приводить к их закрытию. То есть расслоение будет нарушать ток крови в органах, через какие-то веточки будут питаться. Может ли человек ощущать наличие проблемы и как она проявляется? Все будет зависеть от того, где располагается аневризма и какого она размера. Мы сейчас чаще говорим о аневризмах, которые располагаются внутри черепа, то есть аневризма сосудов головного мозга и аневризма аорты. В зависимости от этого будет разная клиническая картина. Как правило, аневризмы сосудов головного мозга не осложненные, то есть те, у которых не наступил разрыв, они не проявляют себя, к сожалению, никак. И это может быть либо случайная находка при других видах обследования, либо если аневризма достаточно большого размера и начинает давить на близлежащие структуры, еще до разрыва аневризма может появиться неврологическая симптоматика, не специфическая в виде головной боли, нарушение зрения, нарушение чувствительности различных частей тела, которая косвенно может судить о том, что есть проблема, и направить человека на путь обследования. То есть на эти симптомы стоит обратить внимание. Да, и не думать, что это просто так, головная боль, которая пройдет. Может пройти, а может и свидетельствовать о более серьезных каких-то моментах. И в связи с этим предлагаю посмотреть небольшой видеоматериал о диагностике аневризмы, ну и других патологий сосудов, конечно. Ангиография на сегодняшний день – один из лучших способов диагностики заболеваний органов и систем человека. Особенно, если дело касается сосудов. Процедура не самая сложная для специалистов и при отсутствии противопоказаний хорошо переносится пациентам. Под наблюдением в обработанный антисептиком участок тела вводится обезболивающее местного действия. Кожу надсекают и устанавливают трубку. Через нее вводят антиспазмирующий препарат, затем катетер, который продвигается к месту исследования, и контрастирующее вещество. После этого ведется съемка. Таким образом, можно тщательно просмотреть сосуды любой части тела и органа. Исключить или выявить заболевания, которые установить другими методами невозможно. Тромбоз, атеросклероз, аневризма, врожденные патологии, порог сердца, миокардит, ишемия и так далее. Расшифровка результатов проводится сразу, а восстановление пациента длится всего пару дней, и не остается никаких травм. Вот мы увидели один из вариантов диагностики. На сегодняшний день золотой стандарт, как вы уже говорили мне. Насколько важна ранняя диагностика? Насколько важно прийти вовремя и обследовать сосуды? Важно, ввиду того, что разрыв аневризмы, недиагностированной, может привести к очень тяжелым последствиям, инвалидизации, а иногда и смерти. Последствия могут быть плачевные, поэтому, как правило, раннее выявление и предупреждение разрыва, оно сыграет свою ключевую роль. Но к разрыву аневризма приводит всегда, да? Или все-таки можно прожить жизнь с этой патологией? Можно. Но, учитывая столь тяжелые последствия, которые наступают в случае разрыва аневризмы, как правило, обнаружение аневризмы требует хирургического лечения в любом случае. Процент разрыва аневризмы составляет 1-2 в год, но при определенных факторах, предполагающих психоэмоциональных нагрузках, физических нагрузках и другого рода, он может быть выше, последствия тяжелее гораздо, поэтому, как правило, по факту обнаружения пациенту предлагается хирургическое лечение для предупреждения таких тяжелых последствий для организма. А хирургическое лечение – это единственный вариант, да, на сегодняшний день? Или есть другие методики? Консервативного лечения нет, Нет, то есть препаратами какими-либо, которые влияли на сосудистую стенку. То есть укрепить эти стеночки уже нельзя? Делать нормальную стенку, которая уже изменена, невозможно. Можно только влиять на факторы артериального давления, и с ними, которые… Отсурочить могут, да? Да, снизить риск, либо срочить такие неблагоприятные события. Вернуть сосудистую стенку нормальное состояние препаратами невозможно. По лечению на сегодняшний день технологии шагнули далеко. Как правило, раньше это был только открытый способ хирургического лечения. Сейчас пациентам предлагается способ лечения эндоваскулярный. Пункционно, через артерию, доступа на бедре, либо на лучевой артерии. Цель хирургического лечения аневризмы, которую нужно достичь, это выключить ее из кровотока. Достигаться это может различными способами. Либо открытым хирургическим, когда на шейку аневризма накладывается клипса. Таким образом, кровь сюда не попадает, в кровотоке она не участвует, разорваться она, соответственно, не может. Способ эффективный, сейчас его применяют достаточно активно, но не все аневризмы доступны для такого способа лечения. Если мы говорим о головном мозге, аневризма может располагаться в глубинных структурах, и сама операционная травма, она может иметь свои тяжелые последствия, даже без еще лечения аневризмы. Поэтому, особенно для аневризм, которые располагаются глубоко, в неудобных участках, в труднодоступных участках, на сегодняшний день предложен способ эндоваскулярного лечения аневризм, что он из себя представляет. Значит, доступом пункционным через артерию, бедренную, лучевую, либо другую, в сосуд вводится микрокатетер, и через него в полости аневризмы заполняется микроспиралями. Суть лечения в том, микроспирали вызывают тромбообразование, аневризматический мешок тромбируется, то есть он заполнен микроспиралями, то крови туда не попадает, соответственно, разорваться аневризма не может. Такому виду лечения подвергается аневризма и до разрыва, когда она была обнаружена еще, не осложнилась кровоизлиянием, и когда у человека наступило нарушение мозгового кровообращения ввиду того, что кровь попала в полощелепа. Опасны очень повторные разрывы, которые могут еще усугубить состояние человека. Хорошо, но это что касается мешочатой аневризмы, а если веретенообразная? Веретенообразная, наверное, более удачным примером будет аневризма брюшного отдела аорты. На сегодняшний день выполняется хирургическое вмешательство протезирования брюшного отдела аорты, то есть данный патологический участок сосуда с оснащенной стенкой для предотвращения разрыва заменяется протезом, то есть вшивается специального строения протез хирургическим способом. Так выглядит протезирование аорты. Вшивается протез. Заменяет естественную натуральную стенку сосуда. Да, стенку сосуда. Таким образом истонченный патологический сосуд в кровотоке не участвует и предотвращается таким образом последствия. Что надо знать с целью профилактики заболевания и профилактики возникновения рецидивов? Если такие, возможно, конечно. Все возможно. В первую очередь нужно стараться свести к минимуму те факторы, которые могут влиять на строение судистой стенки и вызывать таким образом образование аневризма. В первую очередь это профилактика атеросклероза, которая заключается во многих факторах. Это правильное питание, физические нагрузки и нормальные показатели биохимического анализа крови, который будет включать уровни холестерина, липопрадоидов и другие. Также, если есть такой отягощенный наследственный анамнез касательно данных состояний, то есть болели родственники, отцы, дедушки, нужно, конечно же, к себе в этом отношении относиться более внимательно, потому что наследственность для этого заболевания играет не второстепенную роль, скажем так, и риск развития неблагоприятных событий у таких людей выше, как правило. И, конечно же, нормализация артериального давления, потому что, как вы все увидели на рисунках, гемодинамический фактор, то есть влияние тока крови на стенку сосуда, фактор предрасполагающий, и, как правило, если цифры давления артериального будут высокие, соответственно, имея тонкое место в сосуде, может спровоцировать кровоизлияние. Ну что ж, наша медицина располагает сегодня всеми возможностями для того, чтобы вовремя распознать проблему и оказать соответствующую медицинскую помощь, а нам лишь остается воспользоваться предложенными медицинскими услугами и выполнять данные рекомендации специалистами, правда же? Да, конечно. На этом мы расстаемся с вами, дорогие друзья, берегите себя, берегите свое здоровье и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok